Здравствуйте дорогие друзья на телеканале НТСПОРТ Турнир ВЕВ ПРОФФАЙТ под номером 21 проходит он сегодня в городе Джалабад и мы с вами понаблюдаем за интереснейшими противостояниями у микрофона Дидар Есемов еще раз здравствуйте сам турнир проходил в начале мая в городе Джалабад на центральном стадионе Курмамбек турнир под эгидой world thimash federation под номером 53 профайт 21 и действительно на этом 53 международном турнире нас ждут очень интересные противостояния ну что ж первый бой который сегодня порадует наших зрителей розибаев майра джон из узбекистана против Назарбайулу против Назарбайулу Розали из отдела лабада боец который вышел первым представляет команду узбекистана мастер спорта по типу чемпиону узбекистана розибаев майра джон ваши бурные аплодисменты весовой категории 74 клуб ахмад табыров мадыр и его соперник вооружение города Джалабад ваши аплодисменты команда Назарбайулу Розали бой весит до 74 килограммов розибаев машрат джон против местного бойца из джалабада он сегодня выступает при родных трибунах и наверняка имеет держит голове возможность показать себя очень очень неплохо что же давайте начнем первый раунд узбекский боец в синих трусах Назарбайулу у Розали в серых в таких аляпистых ну и собственно будет зачем посмотреть оба бойца несмотря на то что начали свой путь в ммм но тем не менее опыт определенный есть тот же Розибаев является чемпионом узбекистана мастер спорта кикбоксер и очень любит действовать в стойке почти с теми же регалиями у нас Назарбайулу Розали но мы видим что начало не самое агрессивное да всегда тяжело выступать в поединке который открывает ивент и собственно определенного волнения с этим я думаю ребята чувствовали а вот здесь тейкдаун в исполнении вашего джона разибаев держит оппонента ногами но при этом наш Родион находится сверху неплохо Назарбайулу сейчас зажал за шею оппонента вторая попытка от узбекского бойца исполнить тейкдаун здесь Розали решил отпустить нашего джона все-таки 74 килограмма вес и падать на настил неприятно по два секундомера от каждой стороны собственно подсказывают на протяжении всего поединка идущие мероприятия кайрат мусаев я думаю к его голосу а многие поклонники а вев уже привыкли а вот здесь неплохо получилось хотя все-таки не докрутил была попытка бросить через себя но хорошей защитной позиции оказался Назарбайулу Розали но нужно ему как-то прибавлять в движении в действиях все-таки в родных стенах напомню еще раз турнир проходил в городе джалала аббат половина первого раунда с небольшой активностью со стороны узбекского бойца ну и ждет ждет Назарбайулу подсказывает секунданты чтобы он дождался момента когда в атаку пойдет маша джон и встретить его хорошим ответом вот вот здесь неплохо теперь сам своего оппонента поднял роняет на настил но мне кажется здесь маршруте он спокойно это все дело воспринял находится он теперь в защитном гарде поймал в треугольник за шею но не сказать что в критической ситуации находится Назарбайулу я нужно нужно стараться как можно больше проводить ударов по корпусу чтобы как-то выйти из этой ситуации но мы видим что наш район очень неплохо использует ноги свою очередь не позволяя оппоненту действовать агрессивно вот здесь выпустил но и теперь у Розали хорошая позиция но кажется в грепплинге джаллабадский боец не так уж то и силен кстати по сравнению с предыдущим турниром в поселке агджар в джаллабаде отличная погода на стадион потихоньку стягиваются болельщики и действительно атмосфера праздника присутствует а вот здесь неплохо полминуты до конца первого раунда и у Назарбайулу хорошая позиция поймал оппонента за шею нужно душить нужно додержать но похоже что маша джон с этим давлением справляется до вытаскивает голову ну и классическая ситуация в грепплинге последние секунды первого раунда ну и заканчивается собственно раунд ну вот мы видим уже несмотря на то что только-только первый бой довольно много стягивается зрителей напомню вход был свободный и действительно все кто хотел посмотреть все действия могли просто прийти на стадион и насладиться турниром самые яркие моменты первого раунда тейкдаун в исполнении маша джона было красиво да собственно все по правилам мм3 раунда по пять минут с минутным перерывом так давайте еще раз посмотрим это уже другая попытка в исполнении рузибаева вот вот это действительно было больно но здесь Назарбайулу крепко держал оппонента за шею и самому мажетену тоже все это давалось не очень-то легко да бойцам пора возвращаться последние наставления от секундантов от тренеров на второй раунд ну и вот собственно Назарбайулу Розали и Розибаев Маша Раджон возвращаются в клетку второй раунд поехали ну и начинает чуть активнее Назарбайулу ему нужно доказывать свое хозяйское превосходство вот здесь хороший боковой слева прошел поймал за ногу отлично подсечка ну правда дальше сагрессировать не сумел Маша Раджон оказался сверху как это ни странно и попал тяжелую ситуацию Назарбайулу ну и первую минуту пока куда активнее действует точнее куда солиднее смотрится опять-таки представитель Узбекистана Назарбайулу Назарбайулу все-таки из этой ситуации выкрутился и хорошие удары хорошие по корпусу вяжет руки потихоньку Маша Раджон и что в итоге в итоге оба бойца оказываются на настиле пытался сейчас Розибаев захватить захват ногу не получилось выкрутился Назарбайулу Розали а вот здесь вот здесь переворачивается наш Родион и уже сам Розибаев сверху все равно пытается перевести борьбу вот здесь неплохой выпад скользнул скользнул по лицу кыргыского спортсмена узбекистанец подустали видно к середине второго раунда на потихоньку присели так в углу пытаются отдышаться наш Родион со спины удар не прошел неплохой бросок ну правда в этом эпизоде кажется руку взял захват что Назарбайулу нет выпускает ну и Розибаев снизу Розали пошел в атаку два выкота сделал выдохся пока все удары не супер акцентированные вот это неплохо это уже серия но Машра Джон в защите действует действует уверенно да подходит подсказывать что нет нельзя бить с локтя в мм и собственно сразу же Розали с этим соглашается но он прекрасно знал просто видимо так такой выпад случился вот здесь кстати ногами нельзя касаться сетки должен это сейчас заметить ну в итоге рефери просто разводит ребят еще 15 секунд нужно поработать в стойке и у нас заканчивается второй раунд и кстати секундомеры ntsport почему-то не совпадают с секундомерами организаторов турнира и и такое бывает но будем надеяться что это мелкая ошибка хотя все-таки попросил бы за временем следить поточнее давайте посмотрим да это самый красочный эпизод на старте второго раунда выпад Рузибаева хорошо поймал Назарбаеву и уронил оппонента но дальше дальше было вот следующее ну кстати попал да маша джон в этом эпизоде в лицо собственно два раунда не выявили победителя узнаем что будет в третьем третий решающий раунд это всегда интересно это всегда такой апогеи нервов и накала а пора возвращаться в октагон что секунданты довольно долго задерживают бойцов ну и вот собственно появляется Рузибаев я думаю Назарбаеву также в своем углу находится на нельзя выходить мокрым в клетку третий раунд поехали друзья бой весовой категории до 74 килограмм до 74 килограмм до 74 килограмм поэтому оба бойца не спешат идти в атаку ждут до верного птица до 75 килограмм сетт первая от 10 килограмм по сетт до 100 килограмм И как-то по инерции двинулся вперед. В итоге поймал в захват его Машараджон. Определенно узбекский боец смотрится лучше. Но может быть родные стены дадут Назарбай Олову дополнительный заряд в этом раунде. И покажет он все то, что умеет. То, чего до сих пор не показал. Еще три минуты драться в этом раунде. Ну и в такую довольно патовую ситуацию попадают оба. Попытается Машараджон вырывать руку оппонента и исполнить болевой. Не получается. А вот Торазали собирает силы. И пытается поднять. 74 килограмма живого веса. Почти получилось, но слишком рановато отпустил. Да, и все-таки вырвал руку Машараджон. И довольно неприятно. Пока не сдается Розали. Действительно парень с характером. Очень тяжелая ситуация для него. Но не докручивает Машараджон. Я думаю, не больно сейчас. Назарбай Олу и все-таки отпускает. Да, понимая прекрасно, что... В этой ситуации болевую исполнить не получилось. В итоге позиция все же у Машараджона получше. Вяжет, вяжет Назарбай Олу, прислушивается к своим секундантам. И мне кажется, рефери здесь стоило бы, может быть, даже развести оппонентов в стойку. Но нет. Кои какие активности все-таки происходят. Машараджон, зарывшись все буквально головой в грудь оппонент, начинает работать руками. Это все не акцентированно. А вот этот попал. Вот этот удар попал. Последняя минута. Я думаю, шанс как для одного, так и для второго бойца. Показать действительно, кто больше заслуживает победы. В этом противостоянии. Ну, скажем честно, узбекский боец впечатляет чуть больше. В этом бою. Последние 20 секунд. Ну и что, пойдет кто-нибудь в последнюю атаку? Машараджон пытался руку оппонента сейчас взять в болевой. Не получилось. Ну и в итоге все. Похоже, что судьям придется решать, кто победил в этом противостоянии. Я думаю, довольно однозначно все было. Хотя давайте послушаем судей. Машараджон уже закутывается в узбекский флаг, чувствуя, что в этом бою он был чуточку сильнее. Мы видим несколько моментов всего участия, где Розали все-таки с защитой больше отрабатывает. Но, возможно, дадут скидку на домашнюю арену. Всякое бывает. Ждать осталось совсем немного. Ну а следующую пару нам уже проанонсировали. Олганов Бигзад против Айбека Уткирова. Я думаю, противостояние будет не менее интересным. А вот уже бойцы в центре октагона. Мы продолжаем, зрители, болельщики, судьи единогласно об этом бою. Боевая ничья. Ваши аплодисменты. Ну да, действительно, наверное, самое...